У войны не женское лицо, но именно представительницы прекрасного пола внесли неоценимый вклад в общую победу. На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии воевало более миллиона женщин. Они работали в тылу, на заводах, фабриках, а также в госпиталях и больницах. В Ульяновской области в годы войны работало 26 госпиталей. На хрупких плечах девушек и женщин лежали жизнь и здоровье бойцов Красной армии. Один из госпиталей – ныне Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн. В 1941 году под госпиталь было отведено здание бывшего епархиального женского училища, где располагалась школа имени Карла Маркса. Возглавила госпиталь Анна Щербакова. Привозили больных, раненых непосредственно водным транспортом и на железной дороге. Здесь порой, когда был большой поток раненых, то во дворе стелили солому. На соломе стелили брезент и вот туда привозили раненых. И там уже проводилась сортировка раненых. Они шли по разным госпиталям. Изначально госпиталь был рассчитан на 400 пациентов. Однако места остро не хватало. Только с 1942 по 1943 года медики оказали помощь больше 4000 раненых. Ежедневно проводились нейрохирургические, ортопедические и кожно-пластические операции. Работали в тяжелейших условиях. Врачам не хватало бинтов, ваты и даже мыла. Стирать приходилось песком и глиной. Вместо ваты делали что? Брали сушеные опилки, еловые, сосновые. Их зашивали в мешочки, стерилизовали и их использовали вместо ваты. Это, конечно, приходило очень большая экономия. Не хватало и лекарств. Ульяновцы спасались лекарственными травами. Поначалу в госпитале работали лишь один – врач и медсестра. Но вскоре число сотрудников прибавилось. А в 1944 году даже открыли аптеку. Молодые медсёстры дежурили сутками, отдыхая по пять часов. Они не только ухаживали за больными, но и помогали им писать письма родным, читали и даже устраивали концерты. Неоценимый труд медиков помнят и чтут. Напомним, Ульяновску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Архивные фотографии военного времени и письма хранятся в музее госпиталя. В экспозиции даже коллекция осколков снарядов, извлечённых при операциях у раненых бойцов. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин